Сегодня в выпуске. Как 11-летний эко-блогер из Башкирии борется за чистоту. Спасатели пытаются выгнать уфимцев с диких пляжей. Однако в ответ получают только презрение и непонимание. И обзор дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю с камер компании Уфанет. На 10 июля общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 12 миллионов человек. Около 7 миллионов излечились, более 550 тысяч погибли. В России зафиксировано около 700 тысяч случаев заболевания. Выздоровело на данный момент около 70%. Это более 480 тысяч человек. И более 11 тысяч умерли. Что касается Башкирии, то за сутки прибавилось 48 подтвержденных результата COVID-19. Так, в республике зарегистрировано 5826 случаев заражения. 3898 человек выздоровело, это 63%. 19 человек умерло. Воронки, строительный мусор на дне и быстрое течение. Все это поджидает уфимцев на диких пляжах. Но ради спасения от знойной жары многие горожане готовы смириться с риском и купаться там, где каждый заплыв может стать последним. В каждом районе по пляжу все место. Что ж странного, я не знаю. Я где куда я не хожу, везде что-то плакает пляж. Ходите на пляж солнечный, там лежаки есть. Просто везде, да. Для жителей микрорайона Зеленая роща пляж на каменной переправе стал практически единственным местом, где они, окунувшись в прохладную воду, могут спастись от палящего солнца. Однако течение здесь всегда славилось своей коварностью. А после строительства моста дно здесь усеяно строительным мусором. Сотрудники МЧС решили напомнить людям о том, что ради спасения от жары не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем своих детей. Однако вместо понимания и раскаяния сотрудники столкнулись с тотальным неуважением и провокациями. Я должен ехать куда-то туда, деньги тратить от дома, если мне 100 метров пройти. А если? А на другой не тратить? Ну да, ну это моя проблема уже. Че, вы наглый что ли? Ты подпеваете, говорите. Нет, не наглый. Я не купался, я на матрасе лежал, на воде. Да что ты говоришь? Я в одежде. На данных рейдах людям озвучиваются те мероприятия, которые должны ими соблюдаться. То есть на данном пляже, не оборудованном, запрещено купание. Раздаются также памятные материалы. Объясняется людям, что нужно делать в экстренной ситуации. Но как только спасатели отходили на почтительное расстояние, люди снова возвращались в воду. А кому это все дальше раздать? Можно вам? Не, не, не. У вас дети есть? А нам не надо. Решить проблему и заставить людей покинуть пляж спасатели не могут. Составить протокол, оштрафовать и даже забрать в отделение могут только сотрудники полиции. Поэтому все, что остается сотрудникам МЧС, это ходить по пляжу и пытаться пробудить в людях совесть. Отдел надзорной деятельности не выписывает никакие протоколы. То есть Центр общественной безопасности составляет уведомление, направляется в административную комиссию. На данной комиссии решаются уже меры административного воздействия. Сами люди полностью осознают небезопасность пляжа. По их словам, этот берег реки Уфы – единственный водоем в шаговой доступности. А еще, как отмечают сами отдыхающие, здесь не так людно, как на официальных пляжах. С детьми ехать, представьте, вот в автобусе сейчас куда-то. Мы, например, живем здесь рядом, с детьми куда ехать. День выходной, да, дел много. В принципе, вот пару часов нашлось рядом с домом. Испокон веков привыкли, где речку видишь, там купаются. Я, наверное, с лет пяти здесь купаюсь. Нормальный пляж, единственное, ну да, безопасность можно здесь привлечь, чтобы дети не купались, потому что здесь очень много пьяных людей с детьми купаются. Мы решили узнать у психолога, почему люди продолжают посещать дикие пляжи и отчего реакция на простое предупреждение может быть столь агрессивной. У нас есть представление в голове, что с нами никогда ничего не случится. Потому что в голове есть такая картинка, она подростковая на самом деле, о том, что я бессмертный, со мной ничего не случится. С другим – да, со мной – нет. Тут два момента. Первый – чисто физиологически нужно понимать, что сейчас жара. Есть исследования, которые показывают, что, например, именно в жару более агрессивная манера вождения. Именно в жару очень часто бывают стычки между людьми на фоне того, что поднимается агрессия. То есть, ну, жара, вот она и есть. Первый момент. Второй момент – люди пришли, расположились, приходит МЧСник. То есть, по сути, с точки зрения обывателя, человека, который там находится, у него на данный момент забирают ресурс. Агрессивно человек свою территорию начинает здесь защищать. То есть, здесь такой момент инстинктов, на самом деле, просто включается. В гражданине, который растет в России, все-таки воспитывать уважение к тем законам, которые существуют. У нас их сейчас нет. А нет их из-за того, что у нас наказание на бумажке прописано, но на самом деле наказания нет. Напомним, что сейчас в Уфе действуют 9 оборудованных бесплатных пляжей. Там дно обследовано и очищено от опасного мусора водолазами. А на берегу дежурят спасатели. С полным списком безопасных зон для купания можно ознакомиться на сайте управления гражданской защиты. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Один маленький ребенок, такой как я, может хотя бы чуть-чуть изменить мир в лучшую сторону. Перчатки, палка и много мешков. 11-летний Матвей Анискин выходит на улицы родного села Иглино, чтобы собрать лежащий там мусор. Сегодня брату помогает младшая сестренка Маша. Приводить в порядок свое село мальчик начал полтора года назад. С тех пор он, как супергерой, выходит на улицы почти каждый день. Хоть в мороз, хоть в жару. Самое первое, я помню, что я приехал в деревню Никольск на родину моего деда. Там все чисто, даже рыбы на воздух выпрыгивали, что для меня было большое удивление. И когда я приехал в село, я ужаснулся. Несанкционированная свалка, мешки, мусор в канавах. Я понял, нужно все изменить. Занятие Матвея поддерживает вся его семья. Это неудивительно. Прадед мальчика посадил в Иглино хвойный лес. Дед работал лесничем. Мама занимается ликвидацией свалок. Бережное отношение к природе в этой семье передается из поколения в поколение. Если даже привозили раньше в деревне дрова, раскололи, убрали, дед бежит, мы идем, бежим, подметаем. То есть у нас всегда насорил, мы убираем. То есть это было уже изначально, с далеких времен. И мы к этому привыкли. Просто раньше никто этого не снимал и никто этого не делал. Чтобы обратиться к широкой аудитории, в прошлом году Матвей завел блог в Инстаграме. Там он отчитывается о прошедших акциях, рассказывает, почему важно беречь природу и, как сам утверждает, ломает стереотипы о подрастающем поколении. В соцсети мальчик узнал, что не одинок в своем начинании. Теперь он вдохновляется деяниями своих единомышленников. Шрека из Омска и Чистомэна из Челябинска. Мальчик научился самостоятельно снимать и монтировать видео ради большой цели. Когда ты без интернета собираешь мусор просто в своем селе, тебя услышат только люди из села, которым ты это говоришь или которые тебя видят, слышат. А когда у тебя блог, тебя могут с любой точки света увидеть и тоже заняться экологией. Матвей не ограничивается повседневным сбором мусора. Он организует субботники, на которые созывают односельчан, высаживает деревья, устанавливает таблички с призывами. По собственному признанию, Матвей подружился с представителями местной администрации. После просьбы мальчика в его районе поставили контейнер для пластиковых бутылок. Теперь юный активист мечтает организовать в родном селе полноценный раздельный сбор мусора. Ну вот, когда вы фигачите, вот так можно сказать, все в одну кучу, свалка, а кому хочется рыться в этом мусоре и разделять все за вас. А когда вы все в раздельные контейнеры, пластик к пластику, бумага к бумаге, бутылки к пластиковой к бутылкам, все отлично, когда лучше будет, перерабатывается это все, и не тратится природное богатство, то есть нефть, там вот все такое. Приводить в порядок улицы и поля – это кропотливое и в чем-то неблагодарное дело. Ведь груда мусора, которую ты убрал сегодня, через месяц может появиться на том же самом месте. Поэтому Матвей пытается не просто собрать мусор на улице. Он хочет разобраться с разрухой в головах. Ну, это люди, они со временем это все равно поймут. Когда увидят, что вот ребенок собирает за взрослым человеком, взрослый человек тоже не должен будет выкидывать мусор. Или когда субботник, вот, например, пришел человек убираться, он же не кинет мусор опять, потому что он же убрался уже. В этом году Матвей закончил четвертый класс. Отвечая на вопрос, кем он хочет стать в будущем, мальчик называет три варианта. Эколог, чтобы защищать природу, профессиональный боксер, чтобы защищать слабых, или, как отец, пограничник, чтобы защищать родину. Артем Валитов, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Нашему государству не нужны умные люди, нужны быдло, которое будет работать на олигархов. Уфемец Сергей Герасимов посвятил всю свою жизнь науке. Еще школьником он начал собирать бабочек и жуков. Впоследствии мужчина работал учителем биологии и директором школы. С выходом на пенсию Сергей начал преподавать в детском эколого-биологическом центре. Дополнительное образование, оно направлено на то, чтобы находить вот эти вот алмазы среди детей и гранить их просто-напросто. Но, вы понимаете, алмазы не бывают тоннами. Поэтому, когда нас заставляют, там группа должна быть не меньше 20-25 человек, но это нереально. Лучше вырастить один хороший экземпляр ученика, вот знающего, чтобы, в общем-то, была дача какая-то. Я люблю работать с детьми, которые хотят знать то, что знаю я. Вот, а я за свои 67 лет научился многому. Обучение в биологическом центре бесплатное. Сергей Владимирович прививает детям любовь к природе, выезжая с ними в экспедиции в леса и горы. Ученики проводят настоящее исследование и перенимают опыт наставника. За многие годы юнаты вместе с педагогом собрали одну из самых больших коллекций насекомых башкирии. Также дети участвуют в международных конкурсах по экологии и занимают призовые места. Цель Сергея Герасимова – поделиться всеми знаниями в области биологии, чтобы подростки еще до поступления в вузы становились настоящими профессионалами. Я вижу, насколько безграмотные сейчас студенты, бестолковые. Вот, вы знаете, я по-другому не могу сказать. Когда мне просто вот волосы стоят, когда биолог, девушка, берет бабочку пальцами вот так за крылья и показывает, какой у нее рисунок. Ну, надо сразу пальцы отрывать эти и, не знаю, мозги вправить. Ну, просто, ну, нельзя. Вот первое, что энтомолог учится – это не трогать бабочку пальцами, руками за крылья. 14 лет Центр экологии располагался в районе Дома печати, в здании бывшего детского сада. В 2015 году биологов подселили на третий этаж колледжа имени Ахмета Давлетова. В Уфе не хватало мест в детских садах, а бывшее здание решили возродить для дошкольного образования. Это как раз воспитание в детях, отношение к животным, чтобы они умели с ними обращаться, за ними ухаживать. Сейчас нам пришлось коллекцию птиц отдать, просто отдать в этот ботанический сад. Ну, к чему это давление? Ну, видимо, руководство нашего государства и нашей республики совершенно безразлично это. Сергей также беспокоит не только тот факт, что центру приходится переезжать. Мужчина считает, что Министерство образования Башкирии не интересуется успехами юных биологов. Ни министр лесного хозяйства, ни министр, ни замминистра образования ни разу не приехали на открытие слетов республиканских. Больше того, два года назад у нас проходил всероссийский слет экологов. Так вот, наша министра Шафикова не удосужилась приехать, не нашла минуту приехать на открытие всероссийского слета. Вот это отношение, чем они занимаются, я не знаю. Директор Центра экологии утверждает, что до пандемии коронавируса в Министерстве образования Башкирии занимались поисками нового помещения. Однако в отделе воспитания и дополнительного образования ответить на вопрос, когда у юнатов появится свое отдельное здание, затруднились. А пока все школьники, желающие стать экологами, могут записаться в кружок с 1 сентября. Эльна Рахасанова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старайтесь держаться подальше от края проезжей части и по возможности контролировать ситуацию. Вы-то вроде как и ни при чем, но здоровье и жизнь важнее. А вот едва ли не кадры голливудской погони. Здесь, как ни странно, в первую очередь хочется посочувствовать владельцу авто, который ехал себе, никого не трогал и тут на себе прилетает такая проблема. Горе байкеру, конечно же, здоровье. И, надеемся, человек отделается максимум переломами. Но тут как-то само всплывает в голове. За что боролся, на то и напоролся. В этом дорожно-транспортном происшествии, как неизвестно, пострадала девочка-пассажир автобуса. Очень жаль. Но интереснее, что фактически к ДТП привела ошибка третьего, выполняющего поворот с трамвайных путей при наличии знака движения по полосам. Поправьте меня, если ошибаюсь, но при наличии таковых маневр запрещен. И посматривайте по сторонам, даже выезжая на зеленый. Судить однозначно о выезде на запрещающие мы не можем, но общая картина предположительно складывается именно такая. Опять же, стоит обратить внимание на сигнал светофора для пешеходов. И закончим этими кадрами. Показавшаяся для многих в социальных сетях смешной ситуация на самом деле может обернуться довольно серьезной трагедией. Во-первых, неизвестно, с чем связано такое поведение человека. Вариантов несколько. От наркотического опьянения до проблем со здоровьем. И главное, попади он под колеса одного из авто, даже без вины водителя для него это просто не закончится. Берегите себя и своих близких. С вами был Илья Гумеров. Удачи на дорогах. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин